Мама, мама, я помню руки твои с того мгновения, как я стал сознавать себя на свете. За лето их всегда покрывал загар. Он уже не отходил и зимой. Он был такой нежный, ровный, только чуть-чуть темнее на жилочках. А может быть, они были и грубее руки твои, ведь им столько выпало работы в жизни. Но они всегда казались мне такими нежными, и я так любил целовать их прямо в темные жилочки. Да, с того самого мгновения и до последней минуты, когда ты в изнеможении тихо в последний раз положила мне голову на грудь. Я всегда помню руки твои в работе. Я помню, как они сновали в мыльной пене, стирая мои простынки, когда эти простынки были еще так малы, что походили на пеленки. И помню, как ты в тулупчике зимой несла ведра на коромысле, положив спереди на коромысла маленькую ручку в рукавичке. Сама такая маленькая и пушистая, как рукавичка. Я вижу твои чуть утолщенными суставами пальцы на букваре, и я повторяю за тобой. Ба-ба-ба-ба-ба. Я помню, как незаметно могли они вынуть занозу из пальца у сына, и как мгновенно вдевали они нитку в иголку, когда ты шила и пела. Я пела только для себя и для меня. Потому что нет ничего на свете, чего не сумели бы руки твои, что было бы им не под силу. Но больше всего на веки вечные запомнил я, как нежно гладили они руки твои, как они гладили мою шею и волосы и грудь, когда я в полусознании лежал в постели. И когда бы я не открыл глаза, ты всегда была возле меня. И ночник горел в комнате, и ты смотрела на меня своими запавшими очами, будто из тьмы. Сама вся тихая и светлая, будто в ризах. Я целую чистые, святые руки твои. Ты проводила на войну сыновей. Если не ты, так другая, такая же, как ты. Иных ты уже не дождешься вовеки. А если эта чаша миновала тебя, так она не миновала другую, такую же, как ты. Но если и вне войны у людей есть кусок хлеба, и есть одежда на теле, и если бегут по рельсам поезда, и вишни сведут в саду, и пламя бушует в домне, И чья-то незримая сила подымает воина с земли или с постели, когда он заболел или ранен, Все это сделали руки матери моей, моей и его, и его. Оглянись же и ты, юноша, друг мой, оглянись, как я, и скажи, Кого в жизни ты обижал больше, чем мать? Не от меня ли, не от тебя, не от наших ли неудач, ошибок, и не от нашего ли горя седеют наши матери? Мама, мама, прости меня, потому что ты одна, Только ты одна на свете можешь прощать. Положи на голову руки, как в детстве, и прости.